Всем привет, моя зелёная банда, с вами Флаттергрин, и сегодня продолжаем... И Гирс. Да. И продолжаем зелёный подкаст. Сегодня у нас Гирси. Джирси. Да, поздоровайся. Ну, обычно просто Гирс, всем привет, да. Да. Не терпелось уже выкрикнуть себе привет. По сути, у Гирси недавно вышла очень-очень добротная анимация, Я жива, или же Мэтт Флаттерс, кто не видел, по ссылке в описании увидите. Вообще, расскажи, как ты делал саму анимацию. Ну, не скажу, что она прям вот шедевральная, шедевральная анимация, это, скажем так, колыбельная для принцессы и восход луны, The Moon Rises. У меня была цель сделать анимацию круче, чем у Inkpods. Вот, это вот была моя такая цель. То есть, у Inkpods там, считай, аниматики, я хотел сделать аниматик, да, но чуть-чуть покруче. И в итоге я и покрасил все это, и даже больше там кадров, анимация рта, вот это все потихоньку приклеилось. Но до последнего, до самого последнего момента я не был уверен. И мне до сих пор сейчас пишут, анимация это или аниматик. То есть, потому что, ну, кадров там не то, чтобы прям завалеть. Но мне знакомая художница сказала, вообще не парься, пиши, что анимация, потому что в аниматиках они по-другому строятся, и у них обычно рты не шевелятся, и крылья тоже нет, нет анимации крыльев, вот. Да, но даже если ты не называешь вот прям добротной анимацией, как сравнил именно с Колыбелью Принцесс. Ну да, это шедевр. Но все равно, вот в каждой анимации, как по мне, должен присутствовать какой-то шарм и стиль собственный какой-то. И в этой анимации тоже это имеется, как мне кажется. Ну, спасибо. Я старался, и у меня был такой, при создании у меня была такая идея, как бы во всех анимациях страшных, типа Сарай Моффс, типа Кексики, Фабрика Радуги, то есть ты смотришь, ты видишь первые кадры, и ты понимаешь, что тебя ждет, что сейчас начнется какая-то жесть. Да, ну, по сути, я сначала... Особенно, ну, чем известнее анимация, тем ты больше знаешь, что тебя ждет, что тебя ждет. А у меня была такая идея создать что-то, где... что-то милое, и где ты не ожидаешь, и где есть такой внезапный поворот. Вот, и он там есть, и я не знаю, насколько у меня получилось, но вроде неплохо. Не, ну, честно говоря, я сам не ожидал такого поворота событий внезапно. Я думал, это просто будет какая-то красивая анимация под песенку. И, по сути, хорошо, что именно взяли за основу Fluttershy, потому что есть... Вот, все постоянно сравнивают с Rainbow Factory, Cupcakes, и всего лишь одна единственная анимация есть про Fluttershy в таком вот криповом стиле. Это Pony.mov, Sarai.mov. Больше я, к сожалению, не видел, только есть Flutter Mansion. И то это SFM. В Sarai.mov там такая фишка, что... Там у персонажа, у него изначально характер типа злобный, типа... Ты понимаешь, что это жесть какая-то, что там Fluttershy, она реально чокнутая, вот. А тут она как бы миленькая-миленькая, но что-то с ней не так при этом. И вот это вот состояние типа мило, но при этом, блин, у меня тут контакт беснуется. Беснуется, я что-то приглашу. Ага. Так. Вот это вот состояние, что как бы мило, но при этом крипи, да, вот. Я старался его сохранить до самого конца. Причем чем дальше, тем сильнее нагнетается такая атмосфера, что что-то, 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 что-то тут не так. И все более очевидным это становится. Там, кстати, запрятано несколько таких пасхалочек маленьких. Ну, вообще, по самой анимации это очень хорошо передано, потому что прям нагнетается такая вот обстановка. И кажется, будто это какой-то очень скрытый, скрытый злобный гений, который пытается, вот, сначала ведет себя мило, красиво, как сама Флаттершай, а потом всех начинает убивать. И было ли донесено в самой анимации, что вот она убивала сначала вот животных своих, потом ей надоело с ними играться или не было с кем, и она начала уже на обычных по ней идти? Нет, совсем немножечко не так. Немножечко не так, на самом деле. Там немножечко поломана линия повествования. То есть сначала идет основное действие, а потом, после того, как она начинает петь, типа, ла-ла-ла-ла, уже без слов, там уже идет как бы предыстория, по сути. А, это предыстория? Да, это как бы предыстория, потому что там, где она в сарае, ну, как бы в сарае, да, там видно уже этих по ней. Вот, то есть, а потом в конце уже показывается, с чего все началось. Ну, вот моя была идея такая, но я хотел оставить много всяких недосказанностей, чтобы люди сами задавали вопросы и пытались построить какие-то, ну, не то чтобы теории, но свои варианты того, что как, почему все это случилось, как все это произошло. И, мне кажется, судя по комментариям, мне удалось, потому что люди ставили, начали, типа, делать всякие догадки, вот, и даже спорить друг с другом, это прикольно у меня получилось. И у меня вообще есть идея делать вещи и закладывать туда всякие пасхалочки, всякие мелкие вещи, чтобы люди пытались их найти, ну, как в Gravity Falls, по сути, да? И, кстати, вот человек мне пишет после этого, она, что там есть такой момент, где картинка прерывается и проявляется какая-то другая картинка, там, темная, красивая, не красивая, там, разбитые стекла, завязшие цветы, это буквально на один кадр. Вот. И человек мне пишет после этого на Табуне, что получается, что она поехавшая в Флаттершай, и она весь мир видит таким красивым и светлым, а на самом деле он темный и стрёмный, типа, уже изменился. И я действительно закладывал это как один из вариантов причин, ну, не причин, а того, как оно есть, вот, и он угадал, и это прикольно получилось, что многие люди просто гадают и пытаются понять, что к чему, вот. Хорошо. Ну, единственный из пасхалок, возможно, я нашёл, это когда вот Энджел просто другой картинкой становится, скелетиком. Ну, да, это, пожалуй, одна из самых очевидных. И вторая самая очевидная, это там, где она идёт в сарай и вот так вот поглаживает копытцем головы своих друзей. Вот. Третья пасхалка самая, пожалуй, неочевидная, это когда во втором куплете она смотрит на цветы по сторонам, вот, и там один из кустов слева, там, как бы, цветы в определённом порядке выстроены, словно стекает кровь вниз, и это такая самая неочевидная вещь, вот. Так что, ребят, ищите пасхалки, скидывайте скрины в группу Гирси, в мою, будет смотреть, нашли ли вы то ли, но... И этого добра будет больше в следующих работах. Ну, кстати, насчёт следующих, мне бы очень... у меня очень много идей, ну, не то чтобы много, но три проекта, это на годы вперёд, можно сказать, на год точно вперёд, вот. Вот. Три проекта анимационных, я не знаю, когда я за них возлюсь, я не знаю, как долго я их буду делать, вот. И у меня там разные персонажи, некоторые истории даже жёстче и кроваве, некоторые просто такие... драматические, можно сказать, без жести, но они цепляют, вот. Честно говоря, вот, когда вышел тизер, он вышел, когда, там, несколько месяцев назад? Осенью, осенью, я хотел сделать осенью, да. Осенью, аж осенью, да. Сам тизер вышел осенью, и получается, я... вот когда просто один кадр пришёл, и мне очень сильно напомнило как раз-таки анимацию, вот, юмористическую про Селестию и Луну, которую ты озвучиваешь ещё. От Алюмикса, от Алюмикса. Да, да, да. И... А, кстати, ошибочка у тебя была в реакции, ты сказал, что я пригласил, там, Инкпотс, Вудентостера и Алюмикса, я никого не приглашал, там, выше написано вдохновение, типа, просто я вдохновлялся их работами, вот. А, вдохновение. Не, ну, то, что Вудентостера, я просто подчеркнул, то, что взято его песня, то есть... Нет, это не его песня, это просто... я тебе расскажу, как эта песня, я её нашёл. Это... короче, абсолютно спонтанно я её нашёл, наткнулся на неё в конце августа 2018 года, когда зашёл в рекомендованные ВК, вот, это очень спонтанно было, услышал там такую миленькую песню, я подумал, что это из какого-то аниме, там было на английском, правда. Вот, но она меня зацепила, а потом я почитал текст и такой, о, боже мой, вот, то есть там текст изначально с подобным смыслом, вот. По-моему, слушай, да, по-моему, слушай, я её видел в одном из аниме, слышал, точнее, либо Тёмный дворецкий, либо Deadman Wonderland, то есть это надо ещё раз гуглить. Точно, точно не Тёмный дворецкий, я смотрел Тёмного дворецкого, там нет её, вот. Она на самом деле не из аниме, она из игры, игры Мэтт Фазер называется, Безумная Ферсия. А, 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 я вспомнил, да, 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 я собирался её на втором канале своём пройти, но как-то ещё руки не доходили, но я точно помню, что я её слышал. Ну, будет повод пройти. Да, 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 будет повод пройти. Вот, а, что ещё? А, совершенно случайно вот так на неё наткнулся. И потом уже, когда послушал, думаю, о, боже мой, это же идеально подходит песня под характер Fluttershy, но при этом под характер такой вот Fluttershy, с которой что-то не так. Вот, и у меня появилась первая идея, и я нарисовал первые там, ну вот, где она, где к ней прилетает птичка, вот первые там 20 секунд получается, да, она ещё чёрно-белая. Вот, и я порисовал где-то несколько дней, потом забросил, потому что было много всякого. Была озвучка, был РБК, я ездил на РБК, кстати, ролик так и не снял, к сожалению. А, жаль. Вот, а потом было много других событий и проблем, вот. Вот, меня заставило вернуться, на самом деле, я немножечко так обиделся, обиделся на всё сообщество, ну не то, что на всё сообщество, на ребят, с которыми мы раньше общались. Потому что, смотри, была такая анимация, чаще я скажу, какая, блин, про Sunset Shimmer, вот, падение Sunset Shimmer. А, падение Sunset Shimmer, да. Я договаривался с автором ещё где-то в декабре о том, что я услышал и сразу ему написал, и мы сразу начали работать над адаптацией на русском. Он спрашивал у меня, как переводить название, как всё, и мы очень-очень много с ним времени провели, и в итоге получилось так, что чувак потом просто скинул всё для озвучки, и очень, несколько-несколько ребят просто взяли и за пару дней склепали озвучку, ну многоголосую, но, как бы, это было очень... У меня такое ощущение, словно меня обокрали, я больше с этими людьми, думаю, не буду общаться. Честно говоря, я, вот, когда я делал реакцию на падение Sunset Shimmer, я искал озвучку. Долго искал, потому что я не хотел от определённых людей делать реакцию на озвучку, и получается, что я почему-то не нашёл у тебя. У меня она есть, причём там ещё график. Может, я... Не, я позже всех, по-моему, выпустил, ну или одним из самых поздних, потому что мы долго работали с автором, у меня уже было всё готово, но автор тянул там с одной вещью, с одной ключевой вещью, благодаря которой поднималось общее качество картинки. Ага. Именно суть, знаешь, в том, что после того, как я уже записал, я уже выложил, я уже вижу у себя в рекомендациях озвучку от тебя. Я не понял, в чём тут был прикол, потому что я записал её спустя три недели после того, как вышло само падение Sunset Shimmer. А, ну должно было быть, да. Ну, да. У меня часто бывает, что ролики не пихаются в рекомендованные, и как-то скромничает со мной YouTube, видимо. Думаешь, что... Ну, неважно, забыли. Это не принципиально, это уже прошлая история, мы тут про анимацию говорим, вот. Но озвучку я, конечно, сбросать не буду, но, к сожалению, тянется очень долго со всякими маленькими аниме и прочими. Ты будешь как бы делать анимацию, и вот пока не выходит следующая анимация, пилить озвучку там раз в какое-то время? Ну, я думаю, я выработаю какой-нибудь график и как-нибудь попытаюсь сделать баланс между авторскими проектами собственными и, собственно, сторонними озвучками на комиксы, на всё прочее. Потому что это, конечно, сложно будет, но я постараюсь. У меня вообще в идеале я хотел сделать анимацию на собственный трек, на собственную песню, которую я сам как бы и спою, и напишу музыку к ней. И, в принципе, всё это возможно, нужно просто немножечко подтянуть свои знания по программе FL Studio, в которой я работаю, и, в принципе, это можно будет реализовать. Ну, в принципе, да, неплохо будет. Но ещё один такой вот вопросик, который, возможно, интерес... У меня, я не знаю, сколько я не отвечаю, всё равно люди почему-то интересуются. Что ты думаешь будет с брони-фандомом после окончания самой четвёртой генерации после девятого сезона? Ну, это такой комплексный вопрос. И всё зависит от Hasbro, от того, что они, какие они выборы сделают, как они поступят дальше с франшизой, что они будут делать. То есть, может быть, перезапуск в форме какого-нибудь, знаешь, графики того же Gravity Falls, вот этой вот новомодной. Это было бы, ну, кому-то забавно. Это может быть продолжение в той же стилистике, возможно, с некоторыми графическими улучшениями. Ну, то есть, ты можешь заметить, что между первым сезоном и между последним есть там разница по графике. Там фоны более проработанные, анимации более качественные. Вот, я думаю, между G4 и G5 будет более такой важный скачок. Возможно, какие-то дизайнерские решения поменяют, но я не вижу смысла, чтобы они их меняли. Мне кажется, что G5 это будет некая, знаешь, такой боруто следующего поколения. Это когда персонажи подрастают, в шестёрка занимает место принцесс, и продолжается история уже с новыми персонажами, с новыми какими-то злодеями, с новыми какими-то приключениями. Возможно, у них, у сериала поменяется немного мораль. То есть, элементы гармонии отойдут на второй какой-то план, и будет какая-то новая мораль уже с новыми понями. То есть, элементы гармонии это только про шестёрку, по сути. У принцессы и Луны были какие-то другие приключения, не связанные с дружбой. Возможно, в будущем тоже будет что-то такое. Или что-то в этом может поменяться. То есть, переход между поколениями, я думаю, будет подразумевать что-то такое. Возможно, будет полный перезапуск в франшизу вообще с нуля, всех персонажей поменять. Но мне кажется, это как бы невыгодно, потому что у них есть распиаренные персонажи зарегистрированные, которые известны детям, которые всем известны. И просто отказываться от них будет как-то, ну, странновато. Да, и в принципе, знаешь, им было бы намного выгоднее делать игрушки, которые как бы выглядят как там, ну, допустим, они подросли на уровне как Селестия или Луна, и делать просто тех же самых персонажей, но побольше. Ну, понимаешь, вот Флари Харт, она не просто так появилась в мультфильме. Как бы персонаж неоднозначный, то есть она не тупо какой-то младенец, который всех бесит. Она еще, у нее прикольный характер, у нее реально, среди моих знакомых, есть те, кто любят Флари Харт. Вот. И, возможно, будущий сериал, будущее сериала будет про Флари Харт и компанию, допустим. Вот. Но это все зависит от Hasbro, потому что ты видел эти утечки прошлогодние или уже позапрошлогодние? Я дважды делал по этому поводу ролики, потому что в прошлом году, когда я делал по поводу вот новой генерации, люди такие, ооо, кошмар. И спустя какое-то время, когда объявили, что девятый сезон последний, мне говорят, а ты видел вот это вот, они подтвердились, все это подтвердилось. Вот если ты помнишь, в сливах было такое, что там прям вот полностью меняется мир Эквестрии, что там будет несколько миров, между которыми они будут как-то переходить, типа, мир земнополий, мир единорогов. И это какой-то очень странный выбор, какое-то очень странное решение. Но, к сожалению, я не уверен, что я хотел бы такого развития франшизы, такого развития мультсериалу. Но, судя по всему, что все утечки пока подтверждаются, я не вижу повода не верить всему остальному. Да, но, честно говоря, вот намного все-таки будет лучше, когда вот придет новое поколение, они просто поменяют тех, которые были, сделают новую графику, как, допустим, сделали так же само в Утиных Историях. Они вот взяли новую графику, новый сюжет, все подрегулировали так, чтобы все действительно сливалось в один и тот же сюжет, а не каждая серия это отдельная своя история. Ну, я тебе вот что хочу сказать. Вот скажи мне честно, когда ты в прошлый раз слышал какое-нибудь упоминание Утиных Историй? Вот просто где-нибудь там на Ютубе, где-нибудь там в группах каких-нибудь, вообще в информационном поле в твоем мелькает где-то Утиные Истории? Потому что я слышал о них только, когда они их анонсировали, когда вышли первые эпизоды, и все. Ну, я посмотрел первый сезон, и после на Adult Mult, когда я просто пролистываю иногда ленту, смотрю, что там новое выходит, что, возможно, выходит то, что я жду, то всегда вот совсем недавно вышел второй сезон «Вижу». То есть, да. Правда, озвучки не выходят очень долго. Кстати, о сериалах. О сериалах. Ты знаешь, как я рисовал анима? То есть, последние две недели у меня был режим просто нон-стопа. То есть, я засел за нее и просто не вставал. То есть, прихожу там домой, возвращаюсь, сажусь за рисунок и сижу там по восемь часов просто. Просто, насколько у меня есть свободного времени, я просто вливаю это все в анимацию. И, конечно, очень обидно после этого слышать, что, типа, какая-то анимация, никакая не анимация, вообще все очень плохо, картинка грязная. Ну, я вижу свои косяки на самом деле, но когда тебе в них тыщут, это не очень приятно. Но я постараюсь сделать лучше. Но, опять же, я не говорю, что я прям сделал шедевр, я просто такая первая проба пера. Ну, вот, типа, всегда надо, как я считаю, всегда, если есть идеи по поводу какого-то контента, всегда надо пробовать. Если получится, если понравилось, то продолжать. Учитывая, что это первая, можно сказать, работа в плане анимации и в плане вообще такого вот анимированного ролика, то следующие обязательно должны быть по-другому, потому что ты уже видишь то, что зафейлил, ты видишь то, что у тебя получилось, и видишь весь результат. Но чаще всего люди вот бывают такие, что знаешь, что-то увидели, как ты мог такое допустить, такое. Ну, да-да-да. На самом деле, я вижу несколько, возможно, это делать более простые вещи, на самом деле, но которые всё равно цепляют. Потому что я вижу, что самое главное – это та идея, которую ты передаёшь. То есть я не говорю, что я там начну делать пони-креатор, да, но можно делать упор в картинку, а не в анимацию. То есть, типа, сделать анимированные, ну, не то чтобы анимированные, а какие-нибудь слайд-шоу истории, скажем так, вот. Или делать прям вот анимацию там, где важна анимация, например, там, где танец какой-нибудь или какой-нибудь экшен. Вот там будет важна именно анимация, и там нужно будет уже именно в неё очень сильно вкладываться по времени. Вот. А, так я и не договорил, как я её рисовал. То есть я вот это всё время, я всё время на неё тратил, но был такой момент, у меня два экрана, один для стримов, другой для всего остального, вот. И я на втором экране брал и запускал сериальчик, и смотрел сериальчик как бы боковым зрением, и рисовал. И это помогало мне вообще не отвлекаться ни на что, кроме анимации. Это, кстати, очень годный кейс, можете попробовать. Если нет второго монитора, можно поставить телефон и смотреть боковым зрением, вот. У меня, когда я, допустим, работаю либо в фотошопе, либо надо вот ролик какой-то смонтировать, я в Яндекс.Браузере есть специальная такая вот тема, где ты нажимаешь на плюсик, и у тебя вот отдельным экранчиком выходит, типа, видеозапись. Так что, тоже смотрю, так, сериалы или фильмы какие-то. Угу, угу. Ну вот, да. Ну вот, как-то так. Да, и что ты можешь вообще людям пожелать для брони фэндома, что ты думаешь вообще? Знаете, брони фэндом, это в первую очередь вы. Вот, то есть, все, кто смотрят брони фэндом, это вы. Вот сегодня, я буквально сегодня, я был на сходке. Вот, я вернулся со сходки, и у меня заряд бодрости адовый. Я готов просто рвать и метать, и в хорошем смысле слова, и творить, и все это делать. Потому что люди, конечно, тащат. Общение важно даже не то, что вы там чего-то делаете. Главное, что вы на позитиве общаетесь, не злобствуете и друг к другу хорошо относитесь. Вот, и пока есть вы, пока вам это интересно, брони фэндом будет жить, и несмотря ни на что, несмотря ни на то, что будет сериалом. Хорошо. Как бы, понимаете, сериал это не то, что выходит вот мультик раз в неделю. То есть, брони фэндом это не то, что выходит мультик раз в неделю, а то, что между сезонами тоже творится. То есть, большая часть времени, большая часть времени это межсезонье, вот. И в межсезонье тоже очень много всего происходит, и я думаю, даже если мультик сам по себе закончится для нас, вот, с выходом нового поколения, я думаю, брони фэндом будет жить очень-очень долго и будет процветать еще. Еще очень много всяких анимаций выйдет и всяких крутых штук. Но, к сожалению, к сожалению, из минусов я могу отметить, что я очень давно, очень давно и не слышал хорошей, качественной музыки. То есть, раньше было целое направление, целое, просто блок огромный, который заводил, и просто вот ты слушаешь и такой, а, это шедевр, да, хочу слушать 24 часа на повторе. Сейчас такого нет, сейчас все, что я слышу, это что-то там под гитарку поют неплохо. Ну, поют порой неплохо, но это не та электронщина, которая была основным таким вот движем, просто музыкального направления. Вот, нет этих, нет новых wooden toaster, нет новых этих H8 Seed, нет новых вот этих вот ребят, которые слипстормов и всех остальных. И нет нового сценария, скажем так, у нас в фэндоме, вот. Да. Вот. И это очень помогает. Если вы занимаетесь музыкой, пожалуйста, попробуйте себя. Да, попробуйте себя. Попробуйте себя в электронщине и во всем остальном. Это очень круто и с удовольствием примем дружную семью, да. Надо больше заводящей музыки, ребят, вы понимаете? Надо больше стараться. Да, музыка это круто. И, знаешь, напоследок у меня был такой вот вопросик. Ты вообще знаешь о том, что готовится новая документалка? Бронедокументалка новая? Нет, нет, я не знаю такого. Ну... Надеюсь, не трудно быть броня 2? Нет, нет. Хорошо. Это последние новости бронекультуры называется. Блин, звучит очень депрессивно. Да, но по сути... Типа последние, что больше не будет. По сути, это... Или последние, значит, самые новые. Ну... Я, честно говоря, не знаю, но по сути, они её так назвали и решили просто показать, какие есть брони в Украине. Я там, между прочим, тоже появился каким-то образом. И, по сути, что вообще хочешь пожелать для авторов, которые попытаются сделать не то, как быть брони? Или как она там называется? Трудно быть брони. Трудно быть брони, да. Ну, не знаю. Надо быть максимально... Показывать, что ты субъективен. Что ты показываешь только свою точку зрения. Что ты не говоришь за всех. Вот как бы есть такие люди, есть такие. Надо максимально брать разных людей и показывать, что есть... Конечно, замалчивать негативные моменты, это тоже, наверное, неправильно. Но надо показывать не то, что ты субъективен. Об этом надо говорить чётко и постоянно об этом упоминать. Тогда люди будут понимать, что это твоё видение, твоя точка зрения, но никак не истина в первой инстанции. И я думаю, тогда будет интересно, тогда люди будут... Тогда будет тяжело зафейлиться. Тогда будет тяжело зафейлиться. По сути, я посмотрел трейлер, и они действительно взяли очень многих людей. И, допустим, меня они выцепили вообще на фан-экспо в Одессе. Типа аниме-фестивали, все дела. Остальных взяли на бронеконе прошлогоднем. И, скорее всего, покажут на этом бронеконе, который будет в 2019 году, в июле. Так что, надеемся, что у них всё получится, потому что надо говорить правду о бронях. Есть мы разные, а не только фрики, которые говорят, что... Не есть истинной брони. Да, которые не есть истинные брони, и просто, знаешь, их показывают вообще... Я видел, я видел трудно быть брони. Я видел эту полюбрашку. Я, к сожалению, я, к счастью, к счастью, я, к счастью, скипнул. Я не стал смотреть. Слава богу. Это знаешь, как есть... Есть некоторые вещи, которые лучше не гуглить. Вот это то же самое. Я просто её увидел, так как они решили в свой паблик после провала в кино... Они решили в свой паблик просто опубликовать такой вот... Ой, кто-то слил и так далее. Типа... И я такой вот посмотрел на эту полнометражку. Какие-то... Такое чувство, будто просто бомжи с разноцветными волосами. Ну, не обижай. Не обижай народ. Не стоит. Я не обижаю, просто... Ну, понятно. Вот со стороны обычного человека, что он подумает? Какие-то бомжи разделись до гола и бегают по лесу. Ну, понимаешь, ещё у нас был такой вот... Ну, не то чтобы направление, а убеждение в броне фэндоме было такое, что ты можешь быть кем ты хочешь, и тебя не должны за это осуждать. И это как бы должна быть какая-то свобода самовыражения, но я понимаю, я понимаю и тех людей, ну, по крайней мере, я стараюсь понять их, вот. Но я также считаю, что везде есть рамки, и как бы всё есть лекарство, и всё есть яд. Вот. Вопрос в дозировке. Да, честно говоря... Должна быть своя степень свободы самовыражения, должны быть и какие-то нормы, всё-таки какие-то рамки. Всё-таки должны быть. Ну, честно говоря, надеюсь, что всё так оно и произойдёт, и у нас будет равенство. Те, кто что-то смотрит, они должны... Вот им не должны говорить, что они не должны этого смотреть, потому что это навязывание чужого мнения. И я надеюсь, что будет всё с этим хорошо, и каждый будет заниматься тем, чем он хочет сам, и смотреть то, что он хочет сам. А у нас время, кстати, закончилось. Ну, вот. Можешь сказать, незаметно пролетело. Да. Но было приятно пообщаться. Мне тоже, и надеюсь, что вы, ребята, будете подписываться на джерси чаще, потому что... А, гирси. На русском гирси, на английском тоже гирси. Сорян, просто так... Да, да. У меня из-за того, что я... Джерси была бы через джей такую вот. Но это не принципиально, я не обижаюсь мне вообще по барабану, на самом деле. Но просто решил так. Ну, я понял. Просто проблема у меня в том, что я ходил очень часто к репетитору ещё в третьем или в четвёртом классе. И как бы она меня учила вот так вот, вот так вот. Я не могу как-то по-другому сказать. Мне надо только сказать как. Вот и всё. Смотри, а смотри, джерси есть такой штат, по-моему, Нью-Джерси. И Нью-Джерси там пишется через джей такой. Не через джи, а через джей. Вот так легко понять. То есть через гэ это гэ, то есть русская такая твёрдая гэ. Окей. Ну, собственно, у нас был гирси. Я не знаю, с какой стороны я его поставлю. Либо с этой, либо с этой. Просто пополам ролик я обрежу. Что ж, всем спасибо за просмотр. Спасибо, гирси, за то, что пришёл. Спасибо, что позвал. И да, всем спасибо всем пока ещё и от меня. Подписывайтесь на всех, на нас. Да, подписывайтесь на гирси. Я вот, мне, честно говоря, тяжело, что вот я смог продвинуться так сильно на реакциях. И есть люди, которые действительно качественную озвучку делают, озвучки вообще банят, качественную анимацию. Поэтому обязательно подписывайтесь на гирси Септима. И надеюсь, что у вас тоже всё будет хорошо и всё будет нравиться. Ну, всё, всем пока. Всем пока.